Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, представляя, что общество должно само, находясь в неком состоянии желания творить, генерировать в себе ту инфраструктуру и среду, которая может быть полезна для развития инноваций, мы решили спросить самих граждан о том, как они видят будущее и как они могут его прогнозировать, и какие стратегии они хотели бы применить для того, чтобы начать работать в том числе и с инновациями. К слову, надо сказать, что, конечно же, мы прогнозировали не только вопросы, связанные с технологическими инновациями. Также мы заметили в самом начале, что российское общество, оно живет традициями, и традиций очень много, и традиции очень странные, они кажутся странными, в том числе иностранцам. Вот сегодня уже вспоминали много интересных российских слов, и, к примеру, слово «дача», которое никак не объяснимо иностранцам, интеллигенция, которая не объяснима иностранцам, и, кстати, россиянам, по-моему, тоже не объяснима. В общем, Россия очень любит жить вот этими странными традициями, и изобретательство в России – это тоже, очевидно, одна из важных старинных традиций, потому что очень много действительно изобретений было создано в России или россиянами. Если вы посмотрите на Википедию, там есть страница, посвященная изобретениям в России, то я понял так, что мне примерно надо полгода, чтобы просто прочитать все, что связано с изобретениями, ну а в крупных изобретениях и достижениях россияне за последние порядка 150 лет сделали более 200. Это очень многое из того, что сегодня окружает нас в быту или в промышленности, и, соответственно, эта цифра порядка 200 этих изобретений, она достаточно большая по отношению с другими странами. И, собственно, не я один это заметил, это заметили и наши американские коллеги. Вот я очень рекомендую заглянуть именно на американскую страничку в Википедии, и мы откроем для себя много нового. К слову сказать, что вот это 200, мне кажется, это всего 200, потому что секретность – это тоже старая русская традиция, и поэтому, конечно же, не так много наши западные коллеги знают о открытиях в России. Вот, в частности, по оценкам Рент Корпорейшн, Россия находится на восьмом месте в рейтинге стран, способных создавать научно-технические открытия. И, в общем, ни для кого это не секрет. Сырье, скажем так, материал, люди, которые способны рождать инновации, есть, они с удовольствием увлечены в какую-то деятельность. Особый пик создания инноваций в СССР пришелся на 60-е и 80-е годы. После 80-го начался спад, в 90-е огромное количество инициативных людей ушло и со своими инициативами в разные другие отрасли. Это и в экономике, у нас действительно много инноваций в экономике. Это и в политике, здесь тоже мы можем наблюдать немало инноваций. К слову сказать, очень много, конечно же, людей уехало. Утечка мозгов – это, по-моему, тоже старинная русская традиция. Поэтому меня лично она не смущает. Меня, как человека, занимающегося уже 7 лет созданием общественных сетей и общественных связей, для меня это очень выгодно и полезно, потому что я понимаю, что российские мозги растекаются по всему миру, охватывают все отрасли, взаимодействуют с учеными и предпринимателями из всех стран и в состоянии работать и генерировать новые идеи и новые решения. Поэтому я бы предложил больше думать даже в этом смысле не в ключе страны, а в ключе нации. Когда мы начали делать Farsight Россия, в чем, собственно, самое большое мое открытие от этого процесса, когда за всего лишь 3 месяца вдруг из ниоткуда более 3000 человек из более 20 регионов России включились в этот процесс, стали работать вместе. Мало того, что они начали тратить свое время вместе на то, чтобы проектировать какие-то интересные открытия. На стыке своих потенциалов собирались ученые, собирались экологи, собирались предприниматели, собирались люди из сферы IT, люди из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наша основная была задача стараться, чтобы участвовала не какая-то моно, скажем, направленность людей, а как можно более широкая аудитория. И, собственно, вот эта ширина аудитории определяла то, какое качество, какое количество идей и решений будет рождено в ходе вот этих сессий и встреч. И сейчас уже по прошествии нескольких месяцев от старта этой программы люди начинают делать бизнес. Люди начинают те продукты, которые они вместе придумали в ходе Farsight сессий, реализовывать дальше уже в совместной работе. И что еще очень важно заметить, весь этот процесс, здесь присутствующие участники этого проекта смогут это подтвердить, он не был финансирован кем-то или откуда-то. Это все расходы, связанные с организацией этого движения, люди делили и по сей день делят между собой. И не это ли есть огромное подтверждение того, насколько заинтересованы россияне в том, чтобы совместно создавать какие-то новые решения, новые идеи и дальше, чтобы их реализовывать, особенно когда не только государство начинает поддерживать, собственно, эти инициативы, но и крупные международные организации. Создаются сейчас и российские немало организаций, в том числе и частных. И мне видится очевидным, что вот эта минимальная инфраструктура поддержки инноваций, помноженная на российский менталитет и на российскую традицию изобретать, помноженная на технологии коммуникации и на технологии взаимодействия друг с другом, дадут совершенно взрывной эффект, как это уже было, и снова будут волны огромного количества изобретений в стране. Но у нас здесь главное не останавливаться и не ждать, что вот мы начнем изобретать сразу после того, как кто-нибудь нам поможет или что-нибудь случится. Надо просто коммуницировать друг с другом и находить, казалось бы, в очень странных неоднородных встречах, в неоднородных сообществах, находить удивительные решения на стыке науки, на стыке практической деятельности, на стыке того, что, и самое главное, не только на то, на что сегодня существует спрос, но и иметь волю и желание создавать спрос на то, что еще не существует. Собственно говоря, я думаю, что россияне не раз показали, что они это могут и они это умеют, и я ощущаю большую перспективу в нашей деятельности совместной с многими и в этой аудитории, и с многими, кто еще не находится здесь, но присоединится к нам в будущем. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...